Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с историей матрешки. На предыдущей передаче мы уже с вами поняли, что за более чем столетнюю историю развития этого уникального промысла, изготовления и росписи матрешек возникло очень много в различных регионах России очагов, где этот промысел развивался. И причем матрешки, расписанные и изготовлены в разных регионах России, они между собой, конечно, отличаются. В первую очередь они могут отличаться по форме. Какие-то матрешки более приемистые, какие-то более стройные, но в целом неискушенному зрителю не всегда просто отличить форму матрешки одно от другое. Что в первую очередь бросается в глаза роспись, потому что на разных участках, в разных школах по росписи матрешки придерживались каких-то своих традиций. Где-то расписывали более реалистичные матрешки, рисовали, где-то матрешки, скажем, создавались почти все в цветах, где-то использовали одни краски, где-то другие. И мы с вами на наших лекциях и пытаемся в этом разобраться. Итак, Семеновский промысел. Мы с вами еще не закончили на прошлой лекции знакомство с этим видом промысла. Каковы же там были особенности росписи матрешек? Как мы уже с вами выяснили, роспись – это очень важно. И в основном расписывают сейчас женщины. Вначале художники намечают тонким рощечерком контуры лица, делают глаза, губы, наводят румянец. Затем уже одевают матрешку в платок, юбку передник и прорисовывают ей руки. Но самое главное в матрешке – это все-таки роспись фартука, потому что именно на фартуке сосредотачивается вся красота росписи. Именно по крупной цветовой росписи фартука Семеновская матрешка легко узнаваема. Букет пышных цветов главенствует над всем. Он даже больше лица, и фартук почти в рост игрушки. Роспись Семеновская фартука вообще очень самобытна, а цветы всегда неожиданные. В природе таких цветов нет, и это всегда плод фантазии художников. Небольшими бутонами украшен и край платочка. В легкой манере письма угадывается и влияние традиционной кистевой росписи хохломы, центр которой, впрочем, как и фабрика игрушки, находится все в одном и том же городе Семенове. Цвета бывают нежные, бывают более яркие, но всегда достаточно сочные. Светло-зеленый, розово-алый, бледно-желтый – все это варьируется в различных сочетаниях в росписи платка, сарафана и фартука. И найденное цветовое решение закрепляется в самом большом, в самом главном цветке, расположенном на фартуке, и по традиции он всегда находится чуть справа. И каждая матрешка в различных регионах тоже имеет свой характер. Например, лицо, семеновские матрешки, такие самые взрослые, у них всегда серьезное выражение лица, очень плавный полукруглый изгиб бровей. И у семеновских матрешек из-под платка выглядывают гладкие черные волосы на прямой пробор. Семеновская матрешка наравне и с Сергией Посадской также стала русским национальным сувениром. С 1932 года семеновцы радуют и детей, и взрослых со всего мира образцами этой удивительной и неповторимой игрушки-сувенира матрешки. Еще один промысел, который в целом находится неподалеку от Семеновского, это Мериновская матрешка. С давних времен жители лесного завода же занимались также художественной обработкой дерева. И в самом конце XIX века там также сложились всевозможные игрушечные промыслы. И наибольшую популярность приобрели игрушки из Городца и Федохеева. А село Мериново, которое расположено тоже близ города Семеново, было издавна известно своими токарными изделиями. Точили в нем различные изделия, и деревянную посуду, и солоницы, и погремушки, и даже деревянные шары и яблоки. А вот в 1922 году местный мастер Майоров как-то купил на Нижегородской ярмарке сергиевскую игрушку-матрешку. Игрушка эта очень понравилась всему семейству, а Архений Федорович выточил сам похожую форму и вместе с дочерми расписал ее по-своему. Вскоре не только семья Майоров, но и многие из однохельчан перешли на матрешечный промысел. Это ремесло и по сей день остается основным для Мериновских мастеров. И в течение почти 20 лет именно Мериновские мастера лидировали среди матрешечников Нижегородской области. Хотя в 1931 году в ближайшем городе Семеново была организована даже целая специализированная артель по производству всевозможных сувениров, включая и матрешки. Но несмотря на такое незатейливое решение образа изготовления матрешек в этом небольшом поселении рядом с Семеново, по декоративному оформлению было, может быть, даже более ярким и нарядным, чем матрешки из Сергиева Посада. Эти матрешки обычно расписывались стилизованными цветами, и роспись напоминала чаще всего пышный букет. И все это позволило матрешке с берегов Волги очень естественно и плавно войти в традиции народных промыслов и влиться в такое интересное видоихоративно-прикладное искусства, как изготовление матрешки. Но Подмосковье и Волжский регион – это отнюдь не единственный регион, где делают и производят матрешку. И, пожалуй, наиболее сложный по своему технологическому изготовлению является другой тип матрешки родом из Вятки. Сейчас перед вами будет слайд – это дореволюционная фотография самого города Вятка. Первое упоминание о вятской матрешке относится к 1924 году. Помимо традиционной росписи в оформлении вятской матрешки используется очень оригинальный художественно-технологический прием, вообще характерный для изделия этого региона – инкрустация соломкой. Для этого чаще всего используют ржаную соломку, которую выращивают на специальных участках и аккуратно срезают серпами вручную. Одна часть соломки для получения декоративного эффекта проваривается в растворе соды, поэтому получается характерный золотистый цвет соломки. Другая же оставляется белой. Затем соломку разрезают, проглаживают, штампиком выбирают детали для необходимого рисунка и наклеивают уже соломку по специальному сырому нитроцеллоидному лаку. После этого матрешку расписывают анилиновыми красителями, инкрустируют соломкой и покрывают масляным лаком. Вятка издавна славилась изделиями из бересты и лыка, всевозможными коробами, корзинами, туисами, в которых помимо искусной техники плетения применяется часто и техненный орнамент. Поэтому инкрустация соломкой стала применяться еще в конце прошлого века как новый способ художественного оформления изделий. Но вятской матрешке, может быть, повезло чуть меньше, чем другим народным вятским промыслам, потому что по сравнению с подмосковными и поволжскими родственницами, она явно проигрывала, но отнюдь не в эстетических качествах, а сложности технологической изготовки этого изделия. Вообще инкрустация соломкой требует очень длительного времени, плюс к тому большого затраты до силы и требует очень высокого художественного мастерства. В принципе, матрешки – это же, как производство, не такой уж дорогой товар. Но для того, чтобы изготовить вятскую матрешку, мастер должен затратить слишком много времени, и, в принципе, промысел как бы он не совсем становится окупаемым. Всеобщая мода на матрешек, вот она тоже отразилась и на вятском промысле, и, конечно, обогатила ассортимент русских матрешек вятка, и даже вывела за пределы национальных границ. Но все-таки вятская матрешка, она, конечно, имеет несравненно меньшее распространение, чем матрешка и Хергиева Посада и из Семенова. Другой центр распространения росписи матрешек, но и распространение вообще всевозможных деревянных расписных изделий, находится также на юг-западе Нижегородской области. И это город Полховский Майдан. Своё название он получил из слияния местного названия реки Полховки, отсюда Полховский, ну и Майдан – это сборище людей, поэтому переводится название как сборище людей на реке Полховский. Какой же основной элемент Полхов-Майданской матрешки? Это многолепестковый цветок, обычно роза шиповника, рядом с которым изображаются и другие полураскрытые бутоны на ветках. Не только в самом селе Полховский Майдан существует роспись, но и в селе Крутец, который располагается совсем неподалеку от Полхова. Эти два села, они являются вместе, вдвоём, центрами Полхов-Майданской росписи. Всё так же в селе Крутец расписывают матрешки. Единственное, что Крутецкие матрешки, они всегда отличаются большим тяготением к экспериментам. Своей формой Полховская матрешка заметно отличается от своих сергиево-пасадских и хименовских сестер. Кроме того, удивляет и необыкновенное многообразие от многоместных матрешек до подчёркнуто вытянутых по вертикали фигурок с очень маленькой, жёстко очерченной головой и просто до примитивных каких-то одноместных фигурок, столбиков, толстеньких, похожих на грибки куколок. Матрёшки Полховск-Майданские самые яркие. У них почти не прослеживается ни платка, ни сарафана, ни фартука. Вместо этого условный овал на обычно двухцветном фоне. Вверх бывает либо красный, либо жёлтый, низ либо зелёный, либо фиолетовый. А вверху в овале обозначено лицо. Всё остальное – это цветы. Роспись полховских матрёшек строится чаще всего на сочетании малиного, красных, зелёного и чёрных цветов. Причём по предварительно нанесённому рисунку тушью. Так называемые цветы с наводкой. Но это наиболее типичная и любимая в полховском Майдане роспись. И существует также более близкая к простому народному творчеству приём пестрения. То есть украшение токарного изделия при помощи отдельных мазков, тычков и точек. Мастера Полховского Майдана, впрочем, как и соседние мастера Семёнов из города Семёнова, расписывает матрёшку чаще всего анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Анилиновые красители разводятся спиртовым раствором. Роспись животных, например, сергиевских матрёшек производится без предварительного рисунка, гуашевыми красками и лишь изредка акварелью и темперой. И яркость красок сергиево-пасадских матрёшек достигается за счёт покрытия матрёшки лаком. Ну, не секрет, что после покрытия какого-либо изделия лаком, краски становятся более яркими, более насыщенными. А вот Семёновские и Полхов-Майданские матрёшки, они уже изначально расписываются очень яркими красителями, хотя в целом эти изделия, конечно, покрываются лаком тоже, но яркость цвета и без того значительная. Новые поколения художников также всегда работают очень свежими, яркими красками, создавая такую-то особую народную и, можно сказать, даже авторскую матрёшку. Матрёшка вообще не столько игрушка, сколько даже скульптурное произведение, живописный образ души и России. Если же говорить в целом о Полхов-Майданской росписи, то это один из самых молодых художественных промыслов России. Тут в Полховском Майдане, пожалуй, каждая семья в своё время занималась изготовлением деревянных расписных игрушек. Полховско-Майданская игрушка или, как её местные мастера называют, террорушка, появилась в конце 1920-х годов. С 1960-х годов подобную игрушку стали делать жители села Икрутец, но это село расположено рядом с Полховским Майданом. Но не только с 1920-х годов, то есть не только с 20-го века в Полховском Майдане существует роспись. Дело в том, что ещё с середины 19-го века в селе Полховском Майдане изготовляли неокрашенную токарную деревянную посуду, которая зачастую реализовывалась на ярмарках. С начала 1920-х годов, видимо, под влиянием аналогичных игелей Сергия Посадских мастеров, Полховско-Майданская посуда начинает покрываться выжженным контурным рисунком. Вскоре после этого выжигание даже стали расписывать масляными окрасками. И уже к середине 1930-х годов начали расписывать и анилиновыми красителями на спирту. Постепенно вот такой контурный рисунок стал вытесняться более, конечно, простой и экономичной в исполнении росписью, так называемой наводкой тушью. После революции промысел какое-то время терпел, безусловно, экономические трудности, но вскоре стал возрождаться. И в 1928-30-х годах в Полховском Майдане из отдельных мастеров даже складывается целая артель под названием Красная Заря. В это же время и начинает вырабатываться вот та уникальная декоративная система, где начинают уже обозначаться специфические приемы местной росписи. И эти приемы получили уже устоявшиеся местные названия. Один из приемов, как мы только что говорили, это цветы с наводкой. То есть цветочная роспись, которая очерчена черным контуром. И также присутствуют в Полховской росписи цветы без наводки. То есть это такой прием, когда роспись пишется сразу по фону без какого-либо линейного контура. И даже существует в Полховском Майданском арсенале росписи такой прием, как под масло. То есть присутствует роспись масляными, либо нитромасляными красками по глухому цветному фону. Ну и самый простейший прием – это прием под названием пестрение. Простейшая кистевая роспись, всевозможными мазками и точечками. В 1960 году артель «Красная заря» преобразуется в Полхов-Майданскую фабрику игрушек. Ну, примерно в это же самое время изготовлением аналогичных токарных изделий и предметов начинают заниматься и расположены в нескольких километрах от Полховского Майдана жители деревни Крутец. Они используют всевозможный опыт, токарные приемы какие-то и кистевые приемы росписи своих сахедей. И также изготавляют матрешки. Только если в Полховском Майдане все-таки это было фабричное производство, то Крутецкие мастера – это все-таки кустарная промысля. Но даже матрешки, их несколько различаются, да и в целом игрушки по форме. Так, например, у Крутецких мастеров матрешки более округлые по форме, а росписи вообще каких-либо игрушек, либо токарных и посудных изделий, так вот Крутецкие мастера отдают предпочтение сюжетным мотивам. В 1972 году в районном центре Вознесенская на базе игрушечной фабрики создается даже целое производственно-художественное объединение, которое так и называется «Полхов-майданская роспись», где начинают работать художники, прошедшие профессиональное обучение. И несмотря ни на какие перипетии, все равно центр росписи продолжает существовать и даже на основе каких-то семейных традиций. Большая фабрика совершенно удивительным образом не уничтожила кустарный промысел, и даже и в 60-х, и в 70-х годах XX века существовали целые семьи, которые именно занимались расписыванием всевозможных токарных изделий в стиле «Полхов-майданской росписи». Мужчины обычно занимались изготовлением токарного белья, ну а женщины выполняли уже саму кистевую роспись. Изделия производственных объединений, они носили более сувенирный характер, их была роспись более однообразной, но может быть даже более сухой. Рисунок был менее свободен, чем в работах кустарей. Ну и наш следующий слайд, пример сувенира игрушки выполнена в «Полхов-майданской росписи». Перед вами яблоко. В целом «Полхов-майданская роспись» – это не только матрешки, это в целом роспись сувениров и игрушек. И очень популярны были такие игрушки и в 80-х годах, всевозможные яблоки, аналогичные украшения. Причем даже на слайде видно, что совершенно различные техники росписи присутствуют в Италии. Где-то больше малиновых цветов, где-то больше красных. И все это является свидетельством того, что «Полхов-майданская роспись» она была достаточно разносторонней. И в рамках «Полхов-майданской росписи» работали как крупные промышленные изготовители, так и кустарные мастера. Игрушки под роспись обычно вытачиваются на токарных станках из древесины липы или ахины. Затем их покрывают жидким картофельным клейстером. Далее уже металлическим пером и тушью делают рисунок по сухой поверхности. То есть они рисуют, или такой есть термин, наводят контур будущего изделия. После в рамках этого контура идет роспись анилиновыми красками. Набор красок невелик. Это обычно розовое, красное, зеленое, желтое, иногда синее. Применяется и свободная кистевая роспись. После игрушки покрывают бесцветным лаком. Иногда в полховско-майданской росписи даже применяют технику листировок. То есть наложение чистых красок слоями одна на другую. И используя сочетание всевозможных ярких контрастных цветов. Например, красный, еленый, либо желтым, синим. Вообще полховско-майданская роспись, наверное, самая яркая из всех народных росписей. И художники всегда сознательно добиваются повышенной яркости своих идей. Каковы же основные мотивы и узоры полховско-майданской росписи? Ну, это цветы, роза, ромашка, тюльпан, шиповник. Иногда еще присутствует и колокольчик. Реже встречается сюжетная роспись. Но чаще всего это может быть всевозможный сельский пейзаж с речкой, домиками, церковью или мельницей на берегу. А также обязательно красной зарей на небе. Вообще ассортимент игрушек-торорушек, как их называют местные мастера, совершенно разнообразен. Одна из них – детские игрушки. Всевозможные матрешки, птички-свистульки, лошадки, игрушечная посуда, особенно популярны грибы, копилки, балалайки и прочие коробочки-яблочки. Ну, вот сейчас мы посмотрим с вами наш следующий слайд – маленькая игрушечная балалайка, выполненная в полхов-майданской росписи. Другая группа изделий полхов-майданская – это традиционная всевозможная русская посуда, солонки, чаши, сахарницы, поставки, то есть цилиндрические сосуды для хранения сыпучих продуктов, расписывают в полховской майданской росписи и пасхальные яйца. Особенностью промысла всегда полхов-майданского являлось гармоничное сочетание фабричного производства и кустарного изготовления различных игрушек. Мастера кустари работали и работают по всему селу и работают всей семьей. Обычно бывают мастерские непосредственно рядом с домом, где вытачивают изделия, но женщины и дети расписывают их. Кстати говоря, именно такое разделение труда было вообще-то свойственно всегда традиционным народным промыслам, связанных с росписью и резьбой по дереву. Росписью зачастую занимались не только мужчины, но и женщины, и даже дети. И в зависимости от своих каких-то навыков и талантов расписывались либо большие сцены, либо какие-то не основные и лишь дополнительные моменты. Дети всегда во все времена, и в XIX веке, и ныне принимают посильное участие в работе. Они всегда учатся у родителей основам токарного дела и росписи. И даже в селе Вознесенское работает при фабрике полхов-майданская роспись и небольшое, конечно, художественное училище. Но давайте мы вернемся к матрешке, поскольку о полхов майданской росписи мы говорили все-таки в русле истории развития матрешки. Матрешка, эта русская красавица, она покорила, пожалуй, сердца очень многих людей и любителей традиционных народных промыслов и просто красивых сувениров. Причем матрешку любят по всему миру, не только в России, но и за границей. И первоначально, наверное, матрешка сперва изготовлялась как сувенир, потом, конечно, это была и детская забава, детская игрушка и, можно сказать, даже хранительница традиционной русской культуры. Но сейчас все-таки матрешка – это сувенир для туристов, своеобразная памятная кукла на фарточке, которой художники рисуют все, что угодно. Либо цветы, либо даже какие-то тонко прорисованные жанровые сцены, сюжеты, сказок и даже всевозможные пейзажи с достопримечательностями. Она, матрешка, всегда драгоценный объект коллекционирования, который может стоить и достаточно приличных денег. И над ее образом всегда работают профессионалы-художники. Но и вы можете попробовать свои силы в работе и в изготовлении, и в росписи такого уникального русского сувенира, как матрешка. Что же для этого нужно сделать? Вообще, каждый может почувствовать себя юным художником и поэкспериментировать. Для этого вы можете купить специальные куклы-болванки, так называемое белье. Такие куклы продаются обычно в арт-салонах, либо их можно заказать в любой токарной мастерской. Куколки должны быть разъемные. Сколько куколок будет внутри, это уже на ваш выбор. Конкретно здесь всего лишь три куколки. То есть это достаточно скромная по своему составу матрешечка. Перед тем, как вы будете выбирать белье и заготовку для будущей матрешки, желательно внимательно посмотреть, чтобы не было никаких сколов и зазубрин и трещин на самой болванке. Чтобы матрешка закрывалась достаточно туго и не слишком разваливалась часть матрешки между собой. Перед тем, как расписывать матрешку, я вам советую ее загрунтовать. Мы сегодня с вами на передаче в основном говорили, что грунтуют матрешку картофельным клейстером. Но, конечно, вы в домашних условиях не будете изготовлять этот самый картофельный клейстер. Проще всего ее загрунтовать раствором клея ПВА, разведя его примерно 50 на 50 процентов с обычной водой. Такое сделает своеобразное молоко. После того, как вы матрешку несколько раз, каждую куколку прогрунтуете, ее надо будет хорошо отшкурить. Шкурится она обычно небольшим размером наждачной бумаги, нулевым, либо чуть побольше. Необходимо добиться, чтобы не осталось никаких маленьких заусенцев на самих болваночках. А уже после этого, после легкой грунтовки клеем ПВА, вы можете и приступать к росписи. Чаще всего матрешку, ну в домашних условиях, расписывают обычными гуашевыми красками. Гуашевые краски ложатся очень хорошо на клей ПВА, свободно. И вы можете совершенно в любом порядке фантазировать и нарисовать в целом все, что хотите на ваших заготовках. После этого, чтобы гуашевые краски не попортились и матрешка ваша сохранялась на долгие годы, ее надо будет каждую куколку, каждую покрыть несколькими слоями обычного паркетного лака, ну или любого лака для мебели. И в целом, в общем-то, изделие ваше будет готовое, может принести радость вам и вашим близким. Вообще, матрешка, наверное, это самый традиционный сувенир России и символ культуры, ну наравне с любой другой росписью, наравне и с Фидоскиной, и с Холой и Мстерой. Матрешки ведь бывают не только вот такие деревянные, вставляющиеся одна в другую, даже бывают совершенно крошечные стеклянные матрешечки, которые тоже расписаны. И такие стеклянные матрешечки зачастую соединяются между собой тоненькой ниточкой и используются даже в качестве новогодних украшений на елку. Также из матрешки бывают и в виде брелков, и кулонах, и всевозможных подвесок. И такие матрешки в изобилии можно видеть на всевозможных прилавках в городе Сергиево-Пасаде. Принципы изготовления матрешки не поменялись за долгие годы, что существует этот промысел. Матрешку, как и раньше, делают всегда из хорошо высушенной долговечной древехины, липы или березы. Первой всегда делается самая маленькая неразъемная матрешечка, которая иногда бывает крохотной, с рисовое зерно. Вытачивание матрешки тонкое искусство, которому учатся годами. А некоторые умельцы-токари выучиваются даже вытачивать матрешку вслепую. В России достаточно много сел и городов, где традиционно производятся матрешки. И везде эти куклы имеют свои особенности. Мастер из села Крутец экспериментирует с раскраской и даже с незначительной формой матрешки. В селе Полховский Майдан матрешка – это всегда кормилица и опора всего села. Вообще, жители Полховского Майдана достаточно долгое время практически полностью жили на доходы, полученные от продажи традиционных кукол. Матрешки из этого хела знамениты своими рисунками роз. Это, как известно, основной орнамент полховско-майданской роспехи. Семеновские матрешки, изготовленные в городе Семеновине, в Нижегородской области, всегда узнаются по довольно большим незакрашенным плоскостям и очень пышному фантастическому цветку на фартуке. Плюс к тому, семеновские матрешки, как мы уже говорили, всегда отличаются своей вместительностью. И самая большая матрешка, тоже семеновская, 72 куклы. Самая северная матрешка – это Вятская. В Сергиевом Посаде матрешек всегда покупали даже члены царской семьи, приезжавшие поклониться святыням Троицы Сергиевой Лавры. Есть в России даже целый музей матрешек, и первый в России музей матрешки, да и, наверное, в мире, был открыт в 2001 году в Москве. Московский музей матрешки расположился в помещении Фонда народных промыслов в Леонтьевском переулке. Его директор очень много из своего времени посвящала изучению матрешек, и она также является автором нескольких книг об этих веселых и деревянных куклах. А вот совсем недавно, в 2004 году, открылся и свой музей матрешки в Нижегородской области, и он собрал под своей крышей более 300 экспонатов. Там представлены матрешки уникальной полхов-майданской росписи, которая известна во всем мире. Кстати говоря, полхов-майданские матрешки издавна возили в Москву для продаж в очень огромных корзинах, которые были нагружены матрешками весом почти до 100 килограмм. То есть, представьте, какие это были большие корзины, и сколько туда помещалось матрешек. В Нижегородском музее матрешки есть и свой уникальный экспонат. Это тоже метровая матрешка с 40 куклами внутри. Там же присутствует и самая маленькая матрешка, всего лишь црисовое зерно. Ну и матрешками любуются не только в России, но и за рубежом. И недавно, в 2005 году, группа расписных кукол приезжала и на международную торговую выставку высококачественных потребительских продуктов «Амбиенты-2005» в Германии, в городе Франкфурт-на-Майде. Ну, наверное, в образе матрешки соединились и искусство мастеров, и огромная любовь к русской народной культуре. И сейчас на улицах и Санкт-Петербурга, и Москвы, да и многих других городов России можно встретить и купить совершенно различные сувениры на любой вкус. Это могут быть и матрешки, которые изображают и политиков, и каких-то музыкантов, и известных или гротескных персонажей. Но все равно каждый раз, когда мы говорим слово «матрешка», мы представляем себе все-таки веселую русскую девушку в ярком народном костюме. Но матрешка – это не единственный очень значительный и интересный промысел в России по изготовлению игрушек. Вообще, очень много игрушек изготовлялось в народном творчестве, было наследием народного творчества и такого декоративно-прикладного искусства. О некоторых видах игрушек мы с вами говорили в русле и других отраслей декоративно-прикладного искусства, и керамики, и, скажем, ткани. Но если уж мы будем говорить о дереве, тут тоже очень много игрушек изготовлялось, естественно, в России из дерева. Наверное, одним из самых интересных и известных промыслов – это была Богородская игрушка. На живописном берегу реки Куни, это левый приток реки Дубны, стоит село Богородское. И именно это село является родиной замечательного народного промысла, резных, деревянных игрушек и скульптур. Вообще, Богородское село очень старинное, и в середине XV века оно принадлежало московскому двоярину Плещееву. После этого оно какое-то время переходило по наследству в роду Плещеевых, но впоследствии, в 1595 году, село Богородское перешло в Троице-Сергиев монастырь. И также в селе стояла деревянная Успенская церковь. И уже в XV-XVI веках богородские крестьяне, в том числе и монастырские крепостные, заложили основы развившегося впоследствии народного художественного промысла, обработки дерева. И село стало одним из центров народного творчества в истории русского прикладного искусства. Даже в Сеергием Посаде существует предание о том, как в середине XVIII века один житель Посады вырезал из липового чурочка куклу размером всего в 9 вершков. Но это порядка 40 сантиметров. И продал эту игрушку некому купцу Ерофееву. Ерофеев поставил эту игрушку в своей лавке просто как украшение. Но она была довольно скоро куплена, причем с достаточно большой прибылью для самого купца. После этого купец заказал крестьянину целую партию таких игрушек. Но вот таким образом родился народный промысел резьбы богородской игрушки. Народные мастера всегда работали примитивным достаточно инструментом, но при этом они смогли создать из дерева очень правдивые и реалистические образы окружающих и действительности. Они резали из липы фигурки животных и людей, а также всевозможные сюжеты из народной жизни басен и сказок. Особенно интересны всегда фигуры с движением на планках, с балансом, с кнопкой. Это всегда незамысловатые, но очень островные по конструкции приспособления, которые делают игрушку живой, выразительной и особо привлекательной. Самым символом богородской игрушки является игрушка кузнецы. И этой игрушке уже более 300 лет. Один из вариантов игрушки кузнецов сейчас перед вами. Стоит подвигать планками, тут же начинается бойкая работа. Вообще, крестьянский мужик и медведь, наверное, основные персонажи богородской резьбы, а также курочки. Вот в четком ритме движутся фигурки курочек и клюют они нарисованные семена. Дело в том, что игрушка курочки тоже долгожитель. Ею играли еще дети во времена Пушкина и Лермонтова. В такой затейливой потехе с балансом заложена очень значимая идея ритма, которому ребенок чувствителен еще по природе и чувствителен с самого раннего детства. Всегда весело смотреть, как в строгой последовательности куры начинают клевать эти нарисованные зерна. Вообще, сам механизм очень прост в исполнении, но при этом очень действиянее. Плюс к тому звук он всегда обостряет динамику всего процесса. В начале прошлого столетия в селе Богородское появилось и первое производство – кустарно-промышленная артель Андрея Чушкина. И в 1923 году мастера объединились в артель «Богородский резчик». И при ней же была открыта профессиональная техническая школа, которая готовила новые кадры мастеров для художественной резьбы по дереву. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель даже была преобразована в фабрику художественной резьбы. Ну вот перед вами еще один пример Богородской игрушки «Медведь-кузнец». Только он здесь уже один. В советское время промысел процветал. В артеле, ставшей в 1960 году фабрикой, работали аж 300 человек. Были и крупные госзаказы, и зарубежные. Сейчас, правда, ситуация изменилась к худшему, и в каждом из цехов, а их достаточно много, работает не более пяти мастеров, а большинство помещений и попросту пустует. В последние десятилетия штат сотрудников уменьшился ровно в половину, заказов стало меньше, и в основном заказы – это выставки и столичные вернисажи. Но в последнее время и люди не хотят идти работать на фабрику, тем более что зарплата более чем скромная делая. Многие мастера-эксклюзивщики, они работают, так сказать, на дому, выполняя сложные и оригинальные заказы в фабрике, получая процент от их стоимости. Рядовой же резчик на фабрике получает не более полутора тысяч рублей в месяц. Живописцы и того меньше. У них оклад тысяч рублей в месяц – это современные цифры. Резчики, правда, в творческих и мастерских получают несколько больше, и их оклад дотягивает два-двух с половиной тысяч рублей в месяц. Но, правда, у них работа может быть немножко интереснее, потому что раз в месяц они должны отчитаться и представить на художественный совет фабрики две игрушки, одну для выпуска на конвейер, плюс какие-то эксклюзивные заказы. И в случае продажи таких изделий они тоже получают процент на руки. Но перед тем, как попасть на прилавок, в магазин игрушка проходит очень долгий путь. Начинается он с хорошо просушенного бревна, липы чаще всего. Изделия бывают токарной и ручной обработки. С первой все проще – детали будущих игрушек вытачиваются на станке, а сборщики их соединяют. Живописцы делают роспись, если необходимо, и покрывают лаком. А вот ручная работа гораздо сложнее. Здесь резчики обрабатывают липовые чураки самостоятельно. Пусть дерево мягкое, но большинство мастеров на фабрике – это женщины. И заготовку изделия сначала вырубают топором или выпиливают ножовкой по шаблону. Потом начинается обработка инструментами, стальмесками и особыми богородскими ножами с очень острыми лезами. Так что порезы – здесь дело привычное. А при всем том надо вырабатывать и норму, и каждый резчик в месяц сдает по 120-130 изделий. Но после того, как резчик выполняет изделия, поступает на сборку и на роспись. Причем сборка может осуществляться различными путями, почему игрушки двигаются. В целом бывает своеобразная пружинка, которая вставляется внутрь игрушки и оживает только отдельная деталь, скажем, ручки, либо голова какого-либо персонажа. Бывают и так называемые изделия на планках. Когда планки движутся между собой, стоит вам взяться за планки, и изделия начинают, персонаж начинает ритмично двигаться. Или, наоборот, бывают игрушки с балансом, когда тяжелый шарик вешается на прочной нитке, и благодаря вращению этого шарика персонажи игрушки тоже начинают двигаться. Но кроме традиционной игрушки, мастера Богородской фабрики зачастую делают на заказ и резную мебель, всевозможное деревянное панно с изображением людей или животных, крупные скульптуры и подчастники. Но в целом сейчас это и есть, наверное, основной, самый крупный доход богородских резчиков. Про богородскую игрушку всемирно известный и выдающийся скульптор и творец Агюст Роден сказал, что народ, создавший эту игрушку, гениальный народ. Но вот сегодня богородская игрушка, к сожалению, претерпевает очень тяжелое положение. И цеха пустует, и мастера уходят. И в целом, наверное, сейчас мало кому есть передать накопленный опыт всевозможных приемов, резьбы по дереву. Поэтому не исключено, что богородскую игрушку когда-нибудь заново придется восстанавливать, как, скажем, волховскую роспись по экспонатам в музеях. Но на сегодня наша передача подходит к концу. И в целом, с декоративно-прикладным искусством мы с вами заканчиваем. Следующий наш раздел будет посвящен уже больше изобразительному искусству. И изобразительное искусство мы начнем с самого начала, с фрески. И, наверное, самый первый момент возникновения фрески – это наскальная живопись. И именно о ней мы с вами и будем говорить в нашей следующей передаче. А на сегодня – до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok